вот же какая красота вы знаете я считаю что конечно же вы уникальные вы знаете ну сейчас много есть таких каких-то перегибов по телевидению и мы очень любим обвинять кого-то ну мы пропаганды нас очень любят обвинять то америку то украину у нас всегда кто-то виноват но мы считаем мы такие уникальные мы такие сильные что в наших бедах можем быть виновны только мы и никто более вы знаете если ты чувствуешь себя действительно ну так сказать сильным партнером то ты наверное должен признавать за собой груз собственных напастей и сложностей понимаете вот я считаю что конечно у нас есть вот это вот смекалка какая-то совершенно не обыкновенно ты уже сейчас не ходи ты меня отвлекаешь иди в зал денис иди в зал иди 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 наше сходы на мораль слезу надо вышибить ты не ходишь фиксируешь это все для кого чей ты человек вот спустись ты вниз денис ну поаплодируйте ему на память потому что кто это все покажет что я тут наговорил кто короче говоря я вам хочу сказать смекалка у нас всегда было это знаете был такой случай в 90-х годах мужик какой-то значит ну россиянин смекалисты он через границу в польшу штанах заработать провел 10 граммов радиоактивного урана и его поймали много ты идиот шут радиоактивный уран штаны засунул у тебя же детей не будет дофиксными с детьми зато внуков на всю жизнь обеспечить у нас у нас есть это психология знаете фиг с ними с детьми зато обеспечим потом на будущее конечно уникальные что уникальный мы мы даже пьем не как все на западе ну как там пьют чтобы возбудиться чтобы чтобы получить удовольствие чтобы опьянеть только у нас пьют для аппетита вот это чем для аппетита могут так нажраться что потом уже на еду два дня смотреть не могут только у нас пьют по по двум причинам с горя и на радость понимаете я явил мужика он на радостях так напился что вот так накрыло горем он стал с горя пить другой мой знакомый обычно говорит когда мы предлагаешь 100 грамм для храбрости он говорит на линии 400 грамм я пойду на подвиг понимаете мы конечно особенные к тому же мы мы закалены наши медицины знаете у нас такая медицина только у нас травматология может быть на пятом этаже сначала на рентген это морг в подвале я у нас есть светил у нас есть потрясающие хирурги вообще по части отрезать что-то это отрежут точно помрешь когда те будут выхаживать но отрежут красиво понимать и к тому же каждый врач у нас находит твою болезнь твою и свою я как-то пошел глаза проверить но я близорубки через пошел глаза недавно проверить ну и очки не взял думаешь проверить глаза на дошел на зрачок расслабился и я перепутал зашел не какую листок хирургу я только потом понял еще захожу где у него это шипы манико где вот эти круги разорванные ничего нету и я говорю доктор у меня глаза болят а он чудом каратуре пишет это от ног как смысле ну вы же ходите по земле земля на ноги давят и глаза болят на полном серьезе говорю вы издеваетесь нет почему вот вы молотком все когда по ноге попадаете что у вас что у меня глаза на лоб лезут я собираю эти истории знаете как медсестра будет больного что случилось я вам снотворное принесла мы все выжившие как леонардо дикаприо понимаете вы даже не зависит от количества денег независимо тебя могут залечить при любом капиталовложение понимаете знаете как медсестра стучит в палату к больному лежачий больной да да она заходит подходит к нему срывает с него это одеяло стягивает решать на трусы выбривает лобок переворачивает лист моему ставит опять переворачивает закрывает одеяло потом вспоминает про клизму открывается переворачивает и таскивает закрывает одеяло радость никому в рот и уж ходит у меня только один вопрос чего зачем вы стучали зашли поставили клизму взяли деньги ушли одна медсестра другой говорит класс а скажи а как правильно писать больная выздоровела или выздоровела ой я не знаю людка пиши не сдохла тут и но раздувать слава богу вы понимаете вот сегодня сегодня я у вас спрашивал какие проблемы ну вот я езжу по всей стране проблема одинаковые дороги люди жалуются всегда все подорожало подорожал бензин он растет вместе с падением нефти нефти чем нефть дешевле тем бензин дороже эту связь понимает только путин никак всем не объяснить не может почему так происходит и мы у него не можем выяснить почему же так происходит и квартплата все дороже спасибо хоть зарплату не повышает понимаете дороже и дороже и вся страна в этих выбоинах объезжая эту выбоину можно попасть в другой город вообще понимаете чтобы нащупать почву как туда проехать и я спрашиваю но при этом ну такая лучезарность у людей понимаете это только наш народ может и я все боюсь жду не дай бог терпение лопнет не дай бог вот когда вон это понимаете вот я сейчас смотрел на эту ну короче что говорить не хочу о грустном но но о чем хочу сказать о том что вот я в феврале месяце был в есентуках с концертом и там много тоже москвичи и все я говорю какие у вас проблемы ну а чего они проблемы решают водами вот особо проблем нет и один мужик у него наболела какая у вас проблема он кричит когда уже виталина джигар фанянам пожениться и это важнее чем выборы важнее чем путин важнее чем все сын это карлс астана или не сын залетел он или не залетел вот это 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 мощно и и конечно у нас нас очень любят судить нас очень любит судить осуждать бедного этого макаревича он уже боится что-то сказать вот но все но другой бы уже молчал но понимаете вот это не стоит прогибаться под измены не прогибайся и молчи просто каждое слово сказано это может обернуться против тебя понимать я это знаю что только не говорили про наш брак салы разницу в возрасте разница в возрасте построили за скромнее надо быть построили бы лачугу денег что ли нету жалко что понимаете вот есть такие есть такое и бывает такое осуждение понимаете вот обсуждают осуждают и к сожалению какие-то вот несколько действительно озлобленных людей делают погоду в доме у нас такой терпеливый народ такой добрый понимаете это же мне кто-то подсказал из из наших же людей когда когда у меня кто-то опять тюкал с этим возрастом с разницей в возрасте они говорят вам не скажите максим что у вас главное преимущество ваша жена никогда не упрекнет вас что вы сгубили ее молодость наши люди говорят у нас очень остроумные люди невероятные совершенно невероятно это тоже они говорят да они могут не любить богатых но у нас это исторически так сложилось исторически я тут одно один дед на такой модуль и где-то какая основная проблема в россии наверно то что бедных накормить не можем не дать мне максим основная проблема то что мы бедных никак не можем накормить а то что богатый никак не наживаются да конечно в этом есть какой-то перекос и с этим что-то надо делать но в принципе нам надо гордиться нам надо гордиться собой нам надо к этому привыкнуть понимаете что мы самодостаточны что нам не надо ждать любви ни от кого нам надо ждать согласия в мире друг с другом понимаете и я вот думаю сколько у нас талантливых людей и думаю сколько у нас лауреатов нобелевской премии посмотрел справочник 10 на милливских лауреатов у это много потом посмотрел в великобритании девяносто с лишним франция 30 в сша 300 и чем-то нобелевских лауреатов господи журлы такие как же мы отстали а потом я посмотрел на список этих нобелевских лауреатов сша половина из них наших почему-то они у нас не состоялись понимаете те кто у нас пытались что-то открыть куприевич пытался открыть мобильный телефон его не поняли в шестидесятом году в шестьдесят первом году иванов наш ядерный томограф изобрел до англичанин не утвердили понимаете а там наши же сикорский изобрел вертолет с ворыкин для всего мира изобрел телевизор значит брин значит google изобрел понимать значит могут в отрыве от нашей действительности могут значит это все зависит только от нас понимаете только мы себе можем обеспечить в борьбе друг с другом в борьбе с самими собой прекрасное существование и плюс вот эта замечательная надежда на царя которая реет над этой страной всю жизнь нам все равно нужен царь батюшка который придет и утвердит нас в собственном величии понимаете нужен царь батюшка нужен да не нужны даже выборы надо сразу уже чтоб все успокоилось корот посадить все медведеву усыновить и на всю жизнь нам хватит этих замечательных веселых бодрых подтянутых здоровых людей понимаете потому что вы смотрите уссурийские тигры практически подыхали и вдруг их увидел путина понимать они сейчас в таком шоколаде вот я и думаю может он и нас заметит сегодня концерт был благотворительный и все средства пойдут в фонд помощи семье выступавшему на сцене ваше 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 бежать, чтобы успеть перед тем, как эта дурная толпа пойдет с матча.